Мы продолжаем выпуск. В столицу региона пришли космические инновации. Представителям Московского института прикладной геофизики предстоит изучить ионосферу над Ненецким округом. С точки зрения науки, процесс уникальный и сложный, но на практике совершенно простой. Следить за ионосферой будет и высокоорбитальная радиоатомографическая установка. Российская разработка позволит улучшить спутниковые сигналы GPS и GLONASS на территории всей страны. Как пояснил сотрудник Московского института прикладной геофизики, эти системы уже есть практически во всех точках страны. Орбитальные установки предназначены для слежения за ионосферой, которая негативно сказывается на сигнал спутниковой связи. Высокотехнологичная разработка сможет передавать все необходимые параметры ионосферы на Землю и позволит устранить помехи, а также увеличить качество спутникового сигнала. Сама станция с виду в принципе проста. В нее входит антенна, приемник, компьютер и корпус с различными деталями. Орбитальную систему установят на крыше Наринмарской гидрометеостанции. Отсюда данные будут поступать к нам на сервер в центр ВПГ. Там уже будут обрабатываться и готовые результаты выдаваться в Росгидромет и всем заинтересованным лицам. Да, это полностью автоматизирована станция. Здесь даже нет монитора, нет ни клавиатуры, ни мыши. То есть все удаленное управление. И эта система довольно надежная. Она себя рекомендовала с лучшей стороны. Напомню, главная цель орбитальной установки – улучшить качество спутниковой связи и точность от GPS-навигаторов. Кстати, подобные системы также используют США. Правда, они служат для того, чтобы наблюдать за подвижками земной коры и предупреждать о возможных землетрясениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok